Никита Несынов приехал в Анапу с Иркутской области. Заядлый любитель хоккея на льду, учитывая специфику курорта, решил переквалифицироваться. Принял решение открыть бесплатную секцию по хоккею с мячом. Вместо льда – площадка с твердым покрытием, вместо коньков – ролики. В первую очередь занимаюсь я для того, чтобы молодежь увидела этот вид спорта, обратила внимание, присоединилась, кто-то бросит сигарету, кто-то перестанет выпивать. Также и со взрослыми тоже подходят, спрашивают, хотят присоединиться. И это приятно, и это доставляет удовольствие морально. И мы продолжаем двигаться вперед, хотим, чтобы больше людей присоединилось к нам, к этому виду спорта. Правила в игре практически те же, что и в хоккее на льду. Обязательные условия – ролики, клюшка и защита. На коленнике и на локотнике. Играют не шайбой, а небольшим мячом. Григорий Статопулос – новый член команды. Пока только наблюдает за игрой. Завтра планирует начать полноценные тренировки. Возвращался домой и увидел объявление о наборе. Очень хочу научиться играть в хоккей. И ожидаю, что через полтора где-то года уже профессионально буду владеть этим. Дмитрий Клюков приехал из Мурманской области. Там играл в местной команде. С любимым видом спорта решил не расставаться и после переезда в Анапу. Наткнулся в группе ВКонтакте на Никитина размещение. Зазвонились, писались. Заказал ролики. Приехали ролики. Купил перчатки, щитки. Но это уже после того, что когда попадает клюшка по открытым частям тела, значит есть необходимость приобрести. Если нет желания приобретать, значит будет больно. Сейчас секцией занимаются 10 человек. Несмотря на разный возраст, это уже достаточно сплоченная команда. Уже в эти выходные хоккеисты поедут на товарищеский матч в Тимрюк. Занятия и тренировки проходят бесплатно на спортивной площадке по адресу. Переулок подстанции 1. Руслан Душевский. Анапа. Регион.